Приветствую вас, если отвечать на ваш вопрос просто, да, то вам нужна работа, индивидуальная работа с психологом по всем проблемам, которые у вас есть. Индивидуальная работа с психологом позволит вам разобраться в том, что происходит, понять причины, понять сигналы, которые посылают вам ваши подсознания. Вот. И, значит, дальше уже с этим можно будет работать. По сути, если мы будем говорить несколько более подробно о том, что происходит с вами, то депрессия, если это действительно депрессия, является психическим заболеванием и требует участия врача, психоотерапевта, психиатра, клинического психолога для адекватного взаимодействия. Психологическая картина депрессии представляет из себя тотальное подавление своих желаний, тотальное подавление своих стремлений, тотальное следование тому, что надо, должен, ну должна в вашем случае, вот, и так далее. То есть, по сути, это полное подавление ваших желаний, полное подавление ваших бедридностей. Вот. То есть, совершенно очевидно, что депрессия бывает разной. Бывают депрессивные состояния, бывает просто депрессия. Депрессия должна быть диагностирована врачом, врачом, психотерапевтом, психиатром. Вот. Страх. Ну, на страх есть множество разных взглядов. Страх это, вообще говоря, естественное, естественное чувство, одно из естественных чувств человека. Вот. Я могу сказать, пожалуй, только то, что, как правило, как правило, страх, если это только не реальная угроза для жизни, к примеру. Вот. Так представляет собой, именно, запрещенное желание. То есть, мы боимся того, чего мы хотим. Это по аналогии с, к примеру, по аналогии с кошмарами. То есть, когда нам снятся кошмары, да, мы, соответственно, боимся. Вот. Мы боимся. Но, что такое кошмар? Кошмары – это наше желание. Кошмары – это наши бодридности, которые мы себе, просто-напросто, запрещаем. Запрещаем реализовывать. Что такое неуверенность в себе? Что такое неуверенность в себе? Что представляет из себя неуверенность в себе? Обратные связи от того, что вы делаете. Неуверенность представляет из себя недостаток обратной связи от вашей деятельности. То есть, я не делаю того, что мне важно. Я не занимаюсь тем, что мне, к примеру, доставляет удовольствие, что мне, к примеру, нравится, что вызывает во мне, допустим, живой интерес. И поэтому я неуверенность, и пойду я неуверенность в себе. Ну, неуверенность, неуверенность в себе, не важно. То есть, история здесь, она вот такая. Если не делать ничего, к примеру, что дает реальную или живую обратную связь, то откуда возьмется уверенность в себе? У любого человека будет неуверенность в себе. Конечно, сюда примешивается еще и отношение к ошибкам. Ну, или точнее, неадекватное отношение к ошибкам. То есть, страх ошибок. Иногда это страх наказания за ошибку. Иногда это что-то еще, связанное с ошибками. Ну, например, непозволение себе ошибаться. Например, запрет. То есть, как бы, человек вот в данном случае, да, запрещает себе ошибаться. Он считает, что ошибаться вообще он, ну, не должен, не может, и права никакого на ошибку он не имеет. А поскольку ошибаются все, и без ошибки, собственно, невозможно и опыт получить, и понять, в правильном ли направлении ты двигаешься, вот. То и возникает неверенность в себе. Потому что, по сути, человек таким образом лечит себя любого вида, любого вида деятельности. То есть, в любом виде деятельности. Я ошибаюсь, так зачем? Я буду что-то делать, да, или лучше я не буду делать там вообще, ну, вообще ничего, к примеру. Вот. Дальше. Бессонница. Бессонница – это невозможно, раз невозможно расслабиться, ну, либо, опять же, запрет на то, чтобы расслабиться. Ну, бессонница достаточно редко выступает в качестве самостоятельного, ну, скажем так, заболевания или в качестве самостоятельного симптома. То есть, как правило, бессонница – это всего лишь одно из проявлений, всего лишь одно из проявлений трудности, всего лишь одно из проявлений, всего лишь одно из проявлений какого-то вот более, ну, более глубокого симптома, скажем так. Дальше. Каждый день истерики и слезы. Ну, здесь надо сказать, что, конечно, важно бы узнать, по какому поводу у вас истерика, и почему у вас истерика вообще возникают для начала. Но, по общему правилу, истерика представляет из себя болезненную потребность во внимание и недостаток в собственной значимости. К чему? К чему? В общем-то, очень сильно, достаточно сильно привязано и неуверенность в себе. Если этот человек неуверен в себе, то он, скорее всего, склонен к истерике, ну, просто потому что, раз он неуверен в себе, значит, он не занимается тем, что ему нравится, не занимается тем, что его устраивает. А это, в свою очередь, означает, что человек не чувствует себя значимым и нужным, вот. Что, в свою очередь, поражает истерика, потому что значимость и нужность человеку нужна, и это, в общем, вполне себе нормальная такая история, нормальная такая позиция, нормальное такое желание, вот. Поэтому истерики – это потребность во внимании и собственной значимости. Слезы – это такое, ну, скажем так, искаженное немного проявление любви к себе. То есть, когда вы плачете, вы себя жалеете с одной стороны, выражаете свои чувства, эмоции, которые обычно подавляете с другой стороны. Вот. По сути дела. То есть, здесь вот так. Вы пишите, что чувствуете, да, сейчас посмотрим, чувствуете, что никому не нужна и жизнь не имеет никакого смысла. Здесь у вас, скажем так, идёт отсутствие опоры на себя. То есть, вы не упираетесь на себя, не опираетесь на себя, вы не прислушиваетесь к себе, а стремитесь к тому, чтобы быть нужной, вот, значит, ну, кому-то, кому-то, быть нужной, вот. И именно поэтому жизнь ваша не имеет смысла, именно по этой причине, потому что вы ориентируетесь на других. Вы не ориентируетесь на себя, вы ориентируетесь именно на других людей. И хотите вы быть нужной кому-то, но не себе. А ориентироваться нужно именно на всё-таки себя. Ориентироваться нужно всё-таки на саму себя, на свои чувства, на свои желания. А это у вас в некотором смысле под запретом, вот. Ну, по ряду причин под запретом, да. То есть, вы не привыкли, не привыкли так действовать и этому вас нужно учить. Нужно вас этому учить. Дальше. Усталость и нежелание что-либо делать. Это проявление депрессии, ну, это как бы симптом депрессионного состояния. Спрятаться от всех. Это стыд. Непринятие себя. Подскажите, как можно от этого избавиться? Да от этого не надо избавиться. На самом деле. Вот я серьёзно вам говорю, от этого не надо избавляться. Именно избавляться от этого не надо. С этим нужно работать. Это нужно раскрывать. А не избавляться. Избавиться это что значит? Что значит избавиться? Избавиться значит подавить, да. Подавить, задавить и так далее. Вот что значит избавиться. Ничего хорошего от избавления быть не может. Потому что, ну, вы избавитесь, к примеру. А чувства-то, ваши желания-то, они всё равно будут, вот, они всё равно будут иметь место быть. Как бы, то есть сами по себе никуда не денутся. Никуда не денется то, что вы хотите, никуда не денется то, что вам нужно, никуда ничего это не денется. Вот. Понимаете? Поэтому, избавляться я вам не рекомендую. Именно избавляться вам я не рекомендую от того, что, вот, вы хотите. От того, что вам нужно. Тут ещё раз нужно, нужно не избавляться, да, а именно работать. Именно работать. Работать по раскрытию, раскрытию того, что с вами происходит. Вот. Это куда более верная и правильная позиция. Для вас. Если, конечно, вы действительно хотите работать в этом направлении. Если вы, конечно, хотите, ну, как бы, исследовать себя и выйти из этого состояния, и жить именно счастливо. Вот. Если вам этого хочется. Конечно. Ну. Вот, примерно, а, примерно так, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Вот. Вот. Для начала я порекомендовал вам обратиться к врачу по месту жительства, пройти медицинское обследование. Вот. Если не будет обнаружено у вас сложности, если не будет обнаружено у вас каких-то, вот, именно, ну, именно психического состояния, деформированного у вас не будет, то в таком случае я рекомендую вам, конечно же, психотерапию. Вот. На этом всё. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...